Добрый день, друзья! Сегодня в эфире 263 выпуск передачи новости Турдизи одной строкой. Я напоминаю наш формат. Вы задаете мне вопросы под этим видео, а я пытаюсь найти на них ответы. Эту передачу вы можете смотреть на канале YouTube под названием Тими. Также у меня есть свой телеграм-канал, ссылку на который я даю в описании под этим видео. Итак, сегодня в программе. Последние новости о сериале «Зимородок». Не закроют ли его? Почему не поменяют сценаристов? Что произойдет между Сиран и Феритом? Насколько можно верить информацию о том, что сериал «Меня зовут Варах» могут закрыть досрочно? Что происходит с Ибру Шахин? Неужели муж запрещает ей сниматься в сериалах? Будет ли у Бурака Ащевита новый проект в ближайшие годы? Правда ли, что Чаатай Улусой и Хазал Кая готовятся сняться в новом фильме? И насколько популярен в Турции Гюкберг Демиджи? Есть ли у него перспективы стать звездой? Итак, мы начинаем. Вопрос. Почему не появляется в сериалах Аджан Денис? В чем состоит его работа последние два года и сегодня? Аджан Денис не только известный актер, но и известный певец. Причем он певец не как поющий актер, а именно певец как певец, профессиональный. И он в Турции известен именно как певец. А актерская работа и режиссерство для него как бы дополнительное. Поэтому ничего удивительного, что он последние два года занимался как раз своей основной профессией. То есть выступал с концертами. Сейчас он собирается вернуться на экраны в новом сериале, который выйдет на телеканале Fox TV. И этот сериал называется «Красные бутоны». Его партнершей в проекте станет Азгю Намаль. Очень известная актриса, но она в последние восемь лет не снималась. Но вообще-то она суперзвезда. Так что турки ожидают этот дуэт с большим нетерпением. Кстати, в этом же проекте будет сниматься Мерт Езе Джоулу. Ну и недавно Аджан Денис женился второй раз и, похоже, очень счастлив в браке. Вопрос. Будут ли продолжать сниматься такие актеры, как Мехмед Акиф Алакурт «Сыла», Бурак Ащевид «Черная любовь», Акин Акиназюн «Ветреный», Энгин Акерек «Дочь посла» – это мои любимые актеры. Мехмед Акиф Алакурт ушел из сериала. К сожалению, он больше не хочет сниматься. Так что нет, его продолжение карьеры невозможно. Но это его личный выбор. Все остальные успешно работают в турецких сериалах. Бурак Ащевид уже пятый год снимается в сериале «Основание осман», который является одним из лидеров турецких рейтингов. Акин Акиназюн завершил работу в сериале «Ловушка» и сейчас готовится к новому проекту, о котором мало что известно, но, скорее всего, это будет семейная история, которую готовит режиссер Зейнеб Гюнай Тан. Энгин Акерек в настоящее время снимается в сериале телеканала Fox TV «Дочь посла», где его партнершей является Демет Аздемир. Вопрос. Что такое времена Ешельчам и что за сцены были? Вы меня заинтриговали. Эпоха Ешельчам, которая началась в 60-е годы прошлого века и продолжалась около 20 лет, это время расцвета турецкого кино, когда турецкое кино было на третьем месте после Голливуда и индийского кино, то есть достаточно активно его продвигали и в мире, ну и, естественно, оно было безумно популярно в Турции, тогда сериалов не было и люди ходили в кино. Кино было действительно очень популярно, в общем-то, так как популярны сейчас турецкие сериалы. Сцены были очень откровенными, в то время в Турции была светская власть, сейчас постепенно идет больше тренд на консервативность, на то, чтобы сцены становились все более целомудренные, но в тот момент у власти были люди, которые отрицали любую цензуру и можно было показывать в фильмах все, что хочешь, и показывали. Ну, в общем-то, это было достаточно интересное время, и интересные люди работали в этом кино. Кстати, очень многие звезды той эпохи до сих пор вызывают огромную любовь у турецких зрителей, и ностальгия по этому периоду не прошла. Если вы хотите более подробно познакомиться с этим периодом, то есть сериал «Ешельчам», который снимался для цифровой платформы Блу ТВ, главные роли там сыграли Ча Тайолусой, Афра Сарачулу и Силет Шекерджи. Как раз сериал рассказывает о режиссере, который снимает кино в этот период, и с чем он сталкивается во время работы над своими проектами. Сериал был закуплен для показа на цифровых платформах в России, причем не на одной платформе. Так что посмотрите, я думаю, что в интернете вы найдете этот проект, и узнаете подробнее о том, что же тогда было. Алина Бус очень популярная и востребованная молодая звезда Турции, но в настоящий момент у нее проектов нет, это ее собственное решение. Сейчас она полностью ушла в свою новую любовь, новые отношения с Умутом и Вергеном после очень длительных отношений с другим молодым человеком, которые, к сожалению, закончились. Она буквально погрузилась в новые отношения. Умута Вергена очень известный человек. У него были романы с Тубой Бюйгюстун, с Серина и Сарыхая, с Мелисой Шиналсун, с Фарагзиня Пабдулах. Скажем так, он коллекционирует турецких актрис. Но вроде бы, судя по его поведению, по тому, как он смотрит даже на Алину, он влюблен. Может быть, чем-то и более серьезным это закончится, хотя пока предложение он ей не сделал. Но пока Алине не до работы, она полностью уличена этими отношениями. Хотя я надеюсь, что она все-таки вернется на экраны в новом сезоне. Но еще раз повторяю, никакой информации о ее работе нет. Вопрос. Кто будет партнерша Барыша Ардуча в новом романтическом сериале? Если вы о сериале «Одержимость», то, к сожалению, Барыш Ардуч отказался в нем играть. И главным героем этого проекта сейчас является Ануф Сеид Яран. Его партнершей будет Нельсу Верфин Ахташ. Но, к сожалению, Барышу этот сценарий, видимо, не понравился. Он отказался и сейчас находится в активном поиске новых сценариев. Он говорил, что он вернется на экраны в новом сезоне, если найдет подходящий для себя сценарий. Но, увы, пока такого нет. Вопрос. Хочу вам задать вопрос о сериале «Зимородок». Говорят, что Сейран и Феррит расстанутся из-за его измены. Будет скачок во времени 5 лет. А потом опять будут вместе. Это правдивая информация? Вы что-нибудь знаете об этом? В прошлом сезоне выдавали информацию, что будет трагический финал. В этом сезоне говорят о скачке в 5 лет. Нет, это обычная фантазия поклонников, которые пытаются представить, как будет развиваться история дальше. Но пока никаких наметок на подобное развитие событий нет. Как вы знаете, в новом сезоне сменился сценарный состав сериала. К сожалению, прежде сценарист ушел писать другой сценарий той же компании. А новые сценаристки, на мой взгляд, не очень качественно пишут. Может быть, их заменят. Но пока ничего такого я не слышала. Они продолжают работать над сценарием и пишут. Все-таки в настоящем времени никаких скачков на 5 лет вперед не ожидается. Так что это типичная фанфикшн. Вопрос. Есть ли новый проект у Гизем Караджа? Гизем Караджа сейчас снимается в фильме, который рассказывает о жизни матери Мустафы Кемаля Ататюрка, первого президента Турецкой Республики. Пока сериала у нее нет. Вопрос. Почему турецкие сериалы в своем большинстве имеют плохой конец? Я, например, если узнаю, что конец плохой, вообще перестаю смотреть. Это не только турецких сериалов касается. Восточная культура не предполагает какого-то особого пиетета перед переходом в иной мир. Это просто продолжение жизни, но как бы в другом качестве. И вполне нормальная часть человеческого существования. Но вообще-то далеко не всегда турецкие сериалы плохо заканчиваются. Например, летние сериалы комедии никогда плохой конец не имеют. Но все-таки жанр обязывает. Очень часто не очень хорошее окончание проекта связано с тем, что один из главных героев, например, решает уйти, и нужно как-то логично завершить его историю. А логично завершать, к сожалению, турецкие сценаристы не умеют. Им проще убить персонажа и продолжать писать. Но в целом 50 на 50. Они могут закончить и плохим концом, и хорошим концом. Но никакого страха перед вот таким трагическим окончанием нет ни у турецких сценаристов, ни у вообще восточных сценаристов. Для них это совершенно нормально и не вызывает особого удивления. Вопрос. Говорят, что сериалы «Семья» и «Меня зовут Фарах» могут закрыть досрочно. Но как это возможно? Ведь у них хорошие продажи за рубеж. Действительно, такие разговоры пошли. Но они связаны с тем, что у сериалов не очень хорошие рейтинги. Я не скажу, что они смертельно плохие, что вот завтра закроют сериалы. Нет, такого нет. Но, тем не менее, рейтинг недостаточно хорош, чтобы продолжать нормально существовать в эфире и не опасаться за свое будущее. Действительно, продажи у сериалов хорошие. Это правда. Связано это с именами в касте. Демет, Энгин, Серинай, Кыванч. Все известные имена. А за рубежом покупают в основном звезд. Ну, кстати, именно поэтому звездам столько и платят. Но дело в том, что оба этих сериала делают большие компании. Фарак делает компания Утримедиа, а семью делает Айяпы. Большие компании договариваются с каналами на показ сериалов. Но права на продажу за рубеж не передают. То есть, каналу совершенно все равно, продаются ли все эти сериалы за рубеж или не продаются. Они-то с этого ничего не имеют. Поэтому исходить они будут из собственной логики. То есть, есть или нет рекламодатели у того или иного проекта. Если рекламодатели есть, то они будут его продолжать показывать даже при низких рейтингах. Если же нет, то закроют. Вы можете меня спросить, ну как же так? Кыванч договаривался о 30 сериях. Да, действительно, он подписал контракт на 30 серий. Но совершенно не обязательно, что будет этот контракт соблюден. Они могут просто выплатить компенсацию. Грубо говоря, если, например, закроют на 25 сериях, то 5 серий он получит просто бонусом. Не работал, но свои деньги получил. Так прописано, в общем-то, в контракте. Так что он в обиде не останется. Но, конечно, в обиде останутся зрители, которые ожидали именно 30 серий. Но все-таки небольшой рост есть и у того и другого проекта. АБ смотрит. И пока АБ смотрит, есть надежда, что есть рекламодатели. Ну и, следовательно, сериалы не закроют. Вопрос. Смотрела на Иве сериал «Клюквенный шербет». Будет ли продолжение? Второй сезон сериала «Клюквенный шербет» сейчас выходит в Турции. Так что я думаю, что, скорее всего, закупили первый сезон. И по результатам показа первого сезона буду закупать второй сезон. Поскольку результаты показа достаточно хорошие. Иве постоянно публикуют свой топ лучших сериалов. И там «Клюквенный шербет» есть. То, я думаю, второй сезон они тоже закупят. Но пока информация об этом не проходила. Вопрос. Почему на НТВ больше не показывают сериал «Зимородок»? Собственно, к предыдущему вопросу. Обычно и каналы, и цифровые платформы закупают один сезон. Если первый сезон зашел хорошо зрителям, они закупают второй и последующий. Я не знаю, насколько понравилось руководству НТВ, как показал себя сериал «Зимородок». Но, на мой взгляд, он показал себя неплохо. Он входил в 100 лучших программ России. А это, в общем-то, хороший результат. Нет, конечно, таких результатов, как в Турции, он не показывал. Поскольку все-таки показывался днем. Но для дневного показа он имел, в общем-то, вполне нормальные рейтинги. Так что я надеюсь, что второй сезон тоже будет закуплен. Но когда закупают сериал, прежде всего его надо еще и продублировать. То есть даже если они сейчас его закупили, затем следует озвучка, и только после этого сериал выйдет в эфир. Естественно, когда уже будет определенное место ему отведено в программе. Вопрос. Можно ли узнать, когда вернется на экраны Эбру Шахин? Почему она мало снимается? Правда, что ее муж запрещает ей работать. Про мужа это наглая луж. Он не имеет никаких претензий к ее профессии. Он знал, на ком женился. И никогда ей ничего не запрещал. Эбру подписала контракт с компанией OGM Pictures Анура Гевинатама. То есть по условиям контракта она может работать только в сериалах этой компании. Ей за это вполне прилично платят, как вы понимаете. Но не всегда находится сценарий, который бы ей понравился у этой компании. Естественно, когда у тебя выбор только из сценариев какого-то одного продюсера, то это сильно сужает твои возможности работать. Деньги, конечно, идут, но в то же время, если тебе не понравилось то, что он предлагает, другого какого-то варианта уже нет. Либо сиди, жди, чтобы он нашел тебе подходящий сценарий, либо просто сиди, жди. Уйти от него ты не можешь. Кстати, контракт заканчивается в новом году. То есть осталось буквально два месяца. Либо она найдет сценарий этого продюсера, OGM Pictures и будет сниматься у него снова. Либо она дождется окончания контракта и тогда уже будет работать. Но я не думаю, что вы правы, когда говорите, что она мало работает. Почему? У нее завершился сериал «Столетнее чудо». Да, он не пользовался большой популярностью, но тем не менее она работала. Плюс она зимой снялась в фильме «Джентльмен» с Чаотаем Лусоем, премьера которого состоится на Netflix в декабре. Так что она работала. Сейчас отдыхают, как и все нормальные люди. Вопрос. Вы затронули тему рейтинга турецких сериалов за границей, а есть какой-то рейтинг самых популярных турецких сериалов за границей? Какие из них самые популярные за все время, в том числе цифровые платформы? Есть рейтинг продаж. То есть каждый год раньше, во всяком случае, торговая палата Турции публиковала список самых успешно продаваемых сериалов за рубеж. И мы таким образом могли знать, какие проекты пользуются наибольшей популярностью. Но сейчас эта практика прекратилась. Уже несколько лет ее нет, к сожалению, моему глубокому. И можно выяснить только по количеству объявлений о продажах, которые дают сами продюсеры. А, как вы знаете, они склонны преувеличивать. Поэтому я всегда ориентируюсь, когда конкретно говорят, вот такой-то сериал продан в такую-то страну, и он будет показываться на таком-то телеканале. Тогда уже точно 100%, что да, действительно продали. Что касается самых популярных проектов, «Великолепный век» лидирует, «В чем вина Фатмагуль», я назвала ее «Фериха», «20 минут», что, кстати, любопытно, поскольку 20 минут в Турции провалились. Но этот сериал оказался востребованным за рубежом. Более того, делают многочисленные ремейки этого проекта, которые показываются даже в Северной Европе. «Ты расскажи», «Черное море» пользовались огромной популярностью за рубежом, «Ветреный», «Запретная любовь» и некоторые другие. Мне так сложно вспомнить, какие именно сериалы в какие годы наиболее успешно продавались за рубеж, но, в принципе, их достаточно много. Сейчас самый продаваемый сериал – это «Зимородок». Его продали уже в 100 стран мира, и я думаю, что это еще не финал. Будут продолжать успешные продажи, даже после окончания сериала. Что касается цифровых платформ, как вы знаете, Disney Plus опозорился, причем достаточно сильно. Так что, если говорить о рейтингах на цифровых платформах, это прежде всего Netflix. Там тоже достаточно сложная ситуация, поскольку сначала Netflix не давал рейтинги вообще, просто сказал, что «Защитник» пользовался популярностью во всем мире, его посмотрело в первый месяц более 10 миллионов человек, причем сказал он это в отчете инвестора. Не просто пустая болтовня, а инвесторы – это люди, которые вкладывают деньги в производство. В данном случае врать не получится. Дальше уже начали публиковаться рейтинги, и я даю эти рейтинги в группе ВКонтакте и в моем Телеграм-канале. Если вам интересно, как только выходит новый какой-то сериал или фильм, я обязательно там даю рейтинги по конкретным проектам. По результатам показа на Netflix лидирует сериал «Другое я», затем «От кого мы убегали мама», «Портной», «Шахмаран», «Полет птицы», «Полночь в отеле» «Пера Палас». Но в данном случае у нас нет полной информации о том, как показывали сериалы, которые не вошли в этот список, поэтому я не могу говорить со стопроцентной уверенностью. Что касается фильмов, на первом месте «В надежных руках», «Любовная тактика», «Поверить тебе», «Бумажные жизни», «Мервикюльт», «Скрипка моего отца» и «Удушающая хватка». Вопрос. Сериал «Приговор» суперхит или нет? У сериала «Приговор» безусловно рейтинги хита. Но вот дотягивает ли он до суперхита, я не уверена. С другой стороны, в последние годы рейтинги достаточно сильно снизились у всех сериалов. Если раньше суперхиты имели 15, 20, 22 даже процента, например, «Ты расскажи, черное море», то сейчас таких результатов нет ни у одного сериала. Поэтому сравнивать, если с предыдущими годами, то не суперхит. Если сравнивать с тем, что идет сейчас, то, разумеется, суперхит. То есть, скорее всего, изменилась шкала измерения, но пока вот это вот все находится в процессе осмысления, статистическом, мы не можем говорить с определенностью, суперхит или нет. Но рейтинги у него 100% хитовые. Тем более на третьем сезоне. На третьем сезоне обычно даже суперхиты сдуваются и достаточно сильно. У «Приговора» такого нет. Он идет в третьем сезоне очень хорошо, что показывает, что сериал очень успешный. И, кстати, успешно продается за рубеж. Вопрос. Интересует актер, который сыграл роль Санера в сериале «Бесценное время». Снимается ли он в других сериалах? Этого актера зовут Мите Хорозулу, и он уехал в Соединенные Штаты, где занимается преподаванием актерского мастерства и подводным плаванием. Не собирается возвращаться в турецкое кино. Похоже, его нынешняя жизнь его полностью устраивает. Поэтому, к сожалению, ничем вас порадовать в данном случае я не могу. Вопрос. Будут ли новые сериалы с Бураком Асчевитом? Бурак Асчевит сейчас снимается в пятом сезоне сериала «Основание Асман», который выходит на телеканале АТВ и пользуется большой популярностью у турецких зрителей. Пока рейтинги пятого сезона немного снизились по сравнению с рейтингами предыдущих сезонов, но все же сериал остается лидером среды, и я думаю, что до финала он дойдет с очень хорошим показателем. Пусть это и не будет 15%, как был в первом сезоне, но, как вы понимаете, все сериалы немного потеряли. Я думаю, это связано еще и с цифровыми платформами, которые забирают зрителей. Надо смириться с реалиями современными. Но, тем не менее, Бурак Асчевит продолжает работать в этом проекте. У него подписан контракт на пять сезонов, он выполнит контракт полностью. Кстати, летом он успел сняться в фильме, который выйдет на Netflix, и его партнером там был Мерт Язэджоулу. Фильм называется «Парикмахер», и это экшн-проект, несмотря на такое скромное название. Что касается других сериалов, разумеется, он будет сниматься, но я думаю, что на телевидении после окончания работы в сериале «Основание Осман» он сразу не вернется. Очень тяжелая работа, исторический проект, очень много съемок, чисто физически тяжелых, поэтому, скорее всего, он продолжит работу на цифровых платформах какое-то время, отдохнет, проведет время с семьей, с детьми, ну, а затем уже, возможно, вернется и на телевизионные экраны. Во всяком случае, суперзвезды именно так и поступают. Вопрос. Есть ли новый проект у Лилы Ферай? Сериала нового у Лилы нет, но она работает в театре над театральной постановкой по книге «Прощание» Айше Кулин, турецкого автора. Она исполняет главную женскую роль и спектакль приурочен к столетию республики. Премьера состоится 20 сентября и затем будет тур по всей Турции. Вопрос. Вы говорили, что на Иве шесть из десяти самых популярных сериалов турецкие. Очень интересно узнать, а какие именно? Разумеется, этот список меняется, причем меняется довольно часто. Они обновляют топ каждую неделю. Я брала цифры за 18-24 сентября. Тогда на первом месте был сериал «Зимородок». На третьем «Если сильно полюбишь». Пятое место занимал «Клюквенный шербет». Восьмое «Яркое пламя». Девятое «В конце ночи». И десятая «Ловушка». Ну, естественно, все меняется достаточно быстро. Что сейчас топ немного поменялся. И какие-то новые сериалы, которые только что закупил Иви, вполне возможно оказались в этом списке. Но, как видите, достаточно большое количество именно турецких сериалов там присутствует. Вопрос. Есть ли новый проект у Гекхана Алкана? К сожалению, Гекхан в этом сезоне, скорее всего, не появится на экранах. Ему приложили несколько сценариев, но он, к сожалению, их отверг, посчитал, что они не очень интересные. Так что будем ждать, пока он найдет себе подходящий проект. Вопрос. Спрашивала как-то об актере Фуркани Палалы. После сериала «Номер 309» его больше не видела. Ну, почему же он успел сняться в нескольких проектах? Ну, либо было неудачное что-то в главной роли, либо он играл важную, но все-таки второстепенную роль в успешном очень сериале «Однажды в Чукурова». Но он продолжает работать, он читает сценарии, сейчас говорит, что у него есть какие-то предварительные договоренности, но пока еще контракт на новый проект не подписан. Зато ему повезло в любви. Он сейчас встречается с Эзги Эйюболу, которую вы, кстати, могли видеть в сериале «Великолепный век». Очень милая пара, очень скромная, они не показываются нигде. Ну, вот случайно их засняли в аэропорту, когда они возвращались из Нидерландов. То есть то, что они встречаются, они не скрывают, но особо и не афишируют. Вопрос. Одежду актерам бесплатно дают? Одежда актеров – это реквизит. Ее, естественно, делает компания-производитель проекта, и она является собственностью компании. Хотя, разумеется, если продюсер хочет, он может ее подарить потом после работы актерам, если они тоже захотят. Бывает так, что суперзвезда не хочет использовать ту одежду, которую ей предлагают, и вместе со стилистом своим ходит, смотрит, что подходит уже по ее собственному вкусу. Но обычно такие вопросы решают стилисты. У каждого большого актера есть свой личный стилист. Самый известный – это Башак Дейзер, который является личным стилистом Кванча Татлетуа, своего супруга. Но, кстати, она не только Кванча в сериалах обслуживает, но и других актеров. Ну, и Ильк Нор Шереф, которую, я думаю, знают практически все, кто связан с Турдизей, поскольку у нее звездных клиентов на пальцах двух рук. Не пересчитать – это Ичатай Лусой, Альп Навруз, Толгас Ареташ, Араз Булута и Немли, Ингина Кирек и некоторые другие. Стилист обычно работает с продюсером, то есть он заранее все это согласует, чтобы клиент не бегал по супермаркетам и не искал подходящую одежду. Ну, а если сериал исторический, то продюсер заказывает специальные костюмы. Еще раз повторяюсь, это собственность компании, и они остаются у компании. И, кстати, в исторических проектах бывает так, что этот костюм вы можете видеть не в одном сериале, а в каком-нибудь другом, поскольку продюсерские компании иногда дают в аренду свои костюмы, которые они сделали, другим компаниям чуть попроще. Вопрос. Есть ли новый проект у Неслихана Тагюль? Пока нового сериала у Неслихан нет, но я напоминаю, что Кадир и Неслихан создали компанию Алим Япым, которая готовит сериалы не только для Турции, но и для международного рынка. И вот как раз сейчас они заняты продюсированием своего нового сериала, который будет представлен в латиноамериканских странах. Так что работы у нее хватает. Вопрос. Скажите, когда выйдет второй сезон сериала «Полночь в отеле Перапалас»? Съемки сериала «Полночь в отеле Перапалас» продолжаются. Несмотря на то, что звезды сериала периодически уезжают, приезжают, работают в других проектах, но тем не менее работа идет. Хазал недавно была в Париже. Силахадин Пашалы снимается в сериале «Амер». Я думала, что он уже закончил работу в Перапалас, но нет. Он иногда показывается на съемочной площадке сериала «Нетвлекс», то есть его герой не ушел. Но, естественно, вся нагрузка лежит на Хазал, которая является главной героиней. Когда закончатся съемки, начнется самое сложное, то есть период постпродакшн, поскольку это исторический проект, то будет очень сложный период, когда будут обрабатывать полученное видео. Так что не думайте, что сериал выйдет завтра-послезавтра. Я думаю, что самое оптимистичное это лето следующего года, а скорее всего он выйдет через год, то есть осенью 2024 года. Если вы хотите узнать о новых сериалах, то пока, к сожалению, новых сериалов у него нет, но недавно было фото из студии, то есть он что-то делает, пока непонятно, что именно. Хотя я могу предположить, что это очередная реклама. У него много рекламных контрактов. В частности, он является лицом французского бренда Ифраши и продолжает сотрудничество с этим брендом и не только с ним. Так что он в основном занят в рекламе сейчас. Вопрос. Читала, что утвержден проект для Чатая Уусоя и Хазал Каян. Неужели правда, что они будут сниматься вместе? Действительно, проект есть. Он утвержден цифровой платформой Netflix. И причем это случилось еще 5 лет назад, когда Хазал была клиенткой Энгина Айконата, менеджера Чатая. С тех пор она уже ушла из актерского агентства Энгина Айконата, хотя они остались в дружеских отношениях. Идея принадлежит Энгину Айконату. Он ее продвигает у Netflix. В принципе, цифровая платформа одобрила эту идею. Сейчас ведутся переговоры с режиссером. По слухам, это будет американский режиссер, хотя толком еще ничего не известно, кроме того, что это идея Энгина Айконата, что Netflix дал добро, а значит и дал деньги, и что ведутся переговоры с режиссером. Когда начнутся съемки, неизвестно, но я думаю, что точно не в этом году, поскольку сейчас Чатай будет сниматься в сериале «Беспощадный». После у него летом сразу два фильма будет, «Нес Хазал», другие проекты. Наконец-то начнутся съемки долгожданного фильма «Прохожу Исуфа», которого тоже пять лет поклонники ждали. Затем еще один проект комедийный будет, называется «Мы семья». Ну а затем уже, то ли он будет работать вместе с Хазал в фильме, который утвержден, то ли этот проект затянется еще на пару лет. Никто ничего вам сказать сейчас не может. Вопрос. Как вы думаете, зимородок может закончиться через пару месяцев из-за низких рейтингов? Меня ваш вопрос сильно позабавил. Учитывая, что зимородок является самым рейтинговым сериалом в Турции в настоящий момент, как он может закончиться из-за низких рейтингов? Кроме того, я уже говорила, что сериал продан для показа в 100 стран мира. Даже если у него будут низкие рейтинги, что маловероятно, он останется в эфире, потому что у продюсера этого сериала, Анура Гевинатама, заключен специальный контракт с телеканалом Star TV. Он снимает только для этого телеканала, но в обмен Star TV терпит в эфире даже проекты с низким рейтингом. Разумеется, он может заменить эти проекты на что-то новенькое, чтобы рейтинги подросли, но телеканал не может распоряжаться сериалами Анура Гевинатама, так как он распоряжается другими проектами и снять из-за низких рейтингов. Нет, контракт есть контракт. Поэтому даже если вдруг у зимородка рухнут рейтинги, он останется в эфире до тех пор, пока не будут выполнены все соглашения по международным продажам. А они все множатся, так что в ближайшее время вряд ли возможно вообще говорить о закрытии проекта, тем более, что он остается самым популярным сериалом Турции. Да, я понимаю, что вы жалуетесь на сценарий, да, вы хотите, чтобы сменилась сценарная группа. Возможно, это в конце концов и произойдет, такое часто случается в Турдизе, но тем не менее зрители, как те ежики, жалуются, переживают, ругаются, но продолжают жевать кактус. Вопрос. Что известно о новом проекте Метина Акдульгера? Когда начнут снимать сериал, какой будет каст и когда он может выйти в эфир? Этим летом Метин Акдульгер снимался в сериале «Кто пришел, кто ушел», который выйдет на цифровой платформе «Нетфликс», где его партнерша была в серии «Найсеры Кая». И сейчас он приступает к работе над сериалом «Запах сундука», где его партнершей будет Азге Аспиринджи. Это история матери и дочери. Как вы понимаете, это женский проект. Главные Азге Аспиринджи и Демет Акбак, которая сыграет ее мать. Ну, а мужчины будут немного на втором плане. Главные мужские роли сыграют Метин Акдульгер и Ниджип Мемели. Очень сильный актерский состав. Съемки уже начинаются, я думаю, в ближайшие пару дней. Прошла уже примерка костюмов, подобрали макияж. Так что, я думаю, что мы увидим этот проект в конце этого месяца или в начале следующего. Вопрос. Почему в «Зимородке» поменялись сценаристы, если первый сезон был таким качественным? Именно поэтому и поменялись. Дело в том, что размышляя с точки зрения бизнес-логики, надо делать хорошие проекты и эти хорошие проекты продавать. Если проект уже продается, то есть есть определенная гарантия того, что ты получишь хороший результат, то лучше перебросить своего лучшего сценариста на другой новый проект, который принесет столько же денег. Ну, а старый проект можно отдать кому-то послабее, потому что все равно деньги уже будут, контракты уже заключены. Я понимаю, что с точки зрения поклонников сериала эта логика выглядит очень хромой и не очень удачной, но тем не менее с точки зрения бизнеса это прекрасно. Делаешь успешный проект с самым хорошим сценаристом, затем его перебрасываешь на другой проект, который тоже выстреливает, который тоже хорошо продается, затем дальше, дальше и дальше. То есть фактически главное это сценарист, который на тебя работает и нужно его эксплуатировать по полной программе. К сожалению, все-таки шоу-бизнес это прежде всего бизнес, а затем уже шоу. Вопрос. Сегодня на одном канале сказали, что Тубави и Пистон на какой-то конференции якобы сказала, что хочет отдалиться от работы в сфере кино. Правда ли это? Честно сказать, я мало верю в такое, ведь ее актерская карьера в полном разгаре. На одном канале вам сказали полную чушь. С какой стати Туба будет бросать актерскую карьеру? Вы совершенно правы. У нее очень успешный сериал на Нетфликс. Она является одной из признанных суперзвезд турецкого экрана и ее с руками оторвут в любом проекте, будь то цифровая платформа или телевидение. у нее нет никаких причин бросать свою любимую работу. Так что вам сказали полную чушь. Вопрос. Когда начнутся съемки второго сезона сериала Магарсус? Пока официальной информации нет, хотя цифровая платформа Блут ТВ подтвердила, что второй сезон будет, но если следовать логике, сейчас Мервей Диздар снимается в сериале Амер, который быстро не завершится, у него очень хорошее положение в рейтингах, хотя это и не хит. А Беркай Атэш играет в сериале Предательство, который идет тоже очень успешно. То есть оба сериала вполне способны дойти до конца сезона, то есть до мая-июня следующего года. Значит, съемки сериала Магарсус могут начаться только летом следующего года. Ну, я так предполагаю. Вопрос. Какие отзывы об игре Гекберка Демюджи в сериале Три сестры? Есть ли у него шанс стать востребованным в сериалах Прайм Тайм? Можете рассказать о нем и его ролях, так как кроме сериала Клятва и Три сестры больше ничего не знают? Честно говоря, о Гекберке мало что известно, поскольку он не звезда турецкого экрана, будем откровенны, а не о звездах, о простых актерах обычно турки не очень много информации дают, так что, к сожалению, может быть, поклонники настоящие, те, которые глубоко в теме, что-то знают об его карьере, может быть, даже в комментариях что-то напишут, но мне, честно говоря, не очень много о нем известно, поскольку в турецкой крисе информации не так много. Я знаю, что он начал сниматься в 2012 году, сыграл в нескольких сериалах на второстепенных ролях, которые, кстати, быстро закрылись, играл одну из ролей в сериале «Опасные улицы». Это что-то вроде турецких ментов. И в 2019 году стал сниматься в дневном сериале «Клятва», который и принес ему определенную известность. Конечно, актеры дневных сериалов не пользуются такой известностью, как актеры «Прайм-тайм», но, тем не менее, сериал был достаточно узнаваемым на экране, его смотрели домохозяйки. Вообще, дневные сериалы для домохозяек, поэтому не обижайтесь такой формулировки. И его пригласили в сериал «Три сестры». Собственно, сериал тоже женский, так что я не удивлена, что сделан был такой выбор. Пока не очень много о нем говорят, поэтому у меня есть определенные сомнения, что он может показать себя в прайм-тайм. С другой стороны, все бывает. Возможно, кто-то его заметит, возможно, продюсеры предложат ему в следующий раз какую-нибудь более значительную роль, и он сможет себя проявить как-то получше. Но пока, еще раз повторяю, никакого особого ажиотажа вокруг его имени в тортизе нет. Итак, друзья, наш выпуск подошел к концу. Благодарю вас всех за внимание и напоминаю, что вы можете оставлять свои вопросы под этим видео, и я попытаюсь найти на них ответы, хотя это не всегда получается, к тому же вопросов все больше, а времени все меньше, поэтому я пытаюсь, конечно, ответить на все, что могу, но извините, если не всегда выходит так, как планировалось. Я напоминаю, что мы с вами встречаемся каждую неделю по вторникам. Всего вам хорошего и до новых встреч! до новых встреч!